12 лет ожидания, говорит Игорь Васильевич, закончились. Из-за копоти над микрорайоном мужчина даже в своё время бросил курить. В безветрие жители округи просто задыхаются. В проект газификации пришлось, конечно, серьёзно вложиться. Его семье траты встали почти в 170 тысяч рублей. Но к этому он относится философски. А сейчас газ, да это здоровье, это продление жизни, это, да я думаю, это вообще всем выгодно, абсолютно, и государству в том числе. Смотрите, минус больничные, минус расходы на здравоохранение и счастливые семьи. Надо поставить приоритеты по своей жизни. Что ты хочешь в этой жизни? Лишнюю тряпку, удовольствие или здоровый микрорайон. Со следующей недели газ будет подводиться к жилью, а по проекту техническая возможность подключения есть почти у тысячи домов Лосихинского микрорайона. Ну а на первом пробном запуске голубого топлива сегодня было всё. И торжественное разрезание ленточки, и открытие задвижки, и даже экспериментальная проба. Этот ритуал, значит, в трубе уже не воздух, а голубое топливо. Зажгли в прямом смысле. Это сегодня у жителей праздник. Сначала была напряжённая работа. От первого собрания жителей в августе 2012 года, сбора подписей, разработки проекта и похода по инстанциям, до сложностей, с которыми пришлось столкнуться по пути. А законодательство меняется, как перчатки. Мы начинали строительство газопровода, были одни условия. Через год эти условия сменились. И так далее. Там проблем было столько. И всё же газовая труба протяжённостью 35 километров построена. Если бы жители дожидались бюджетной помощи, ожидание затянулось бы минимум на три года. Власихинский микрорайон не значится в существующей программе газификации. Сейчас в городе 90 проектов, когда жители полностью берут инициативу в свои руки. У нас в районе мы за основу взяли работу с жителями. Без вложения бюджетных средств на сегодня около 60% частных домовладений могут получить голубое топливо. И с запуском вот этой нити мы даем до цифры 80%. По городской программе газификации в этом году за счёт различных источников финансирования планируется газифицировать 2500 жилых домов. А значит, праздник придёт ещё не на одну улицу Барнаула. Лариса Куренкова, Павел Лауронин, информационный канал «Город».